То, что творится у нас сейчас, у нас все поможет у нас здесь. Вчера на военном складе боеприпасов, где хранилось более 500 тонн тротила, произошел пожар, за которым последовали около 10 взрывов. Радиус разлета составил 2 километра. Инженерные боеприпасы были вывезены в Тарас после взрывов на складе в Арысе в 2019 году. Число погибших при тушении пожара достигло 9 человек, 90 ранены. 49 из них – сотрудники экстренных служб. На месте ЧП погиб военный прокурор, полковник Арман Капезов. Еркин Азербеков руководил тушением пожара. Он также погиб. При осмотре места происшествия произошел второй взрыв. Сообщается, что причина смерти всех погибших и ранений десятков пострадавших – то, что люди оказались слишком близко. Была перекрыта трасса и остановлены пассажирские и грузовые поезда рядом с местом ЧП. Люди публикуют видео, сообщая, что застряли на маршруте. Поезд Нурсултан-Сарагаш. Нас сняли на Акшалаке. И ждем автобус, который только выехал из Тараса. Сколько людей тут – с детьми, беременные, бабушки, дедушки. Хотелось бы, чтобы люди, живущие в ближайшей местности, помогли, если есть возможность доставить в Тарас Шимкент. И люди помогают. С прошлой ночи публикуют сообщения с готовностью принять в свой дом тех, кому нужна помощь. Жители в панике покидали город, и автомобилисты из Шимкента на 30 машинах бесплатно вывозили из Тараса женщин и детей. Да, Шимкент, Рахмед, Аллах, 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 Аллах. Наши ребята купили воду. Детям взяли мороженое, чтобы не плакали. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермикбаев уже заявил, что готов подать в отставку. Возможные причины взрывов, нарушения требований безопасности, самовозгорания из-за химической реакции, не исключены умышленный поджог или диверсия. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермикбаев